Продолжение чтения книги Алексея Ильича Осипова «Любовь. Брак. Семья». Не расплескать бы чашу любви. Каждому человеку от рождения даётся полная чаша, драгоценного напитка любви. Однако не все знают, насколько хрупкой является эта полная таинственная красота хрустальная чаша. И как бережно с ней нужно обращаться, чтобы неосторожным движением не пролить этот ценнейший нектар, не разбить её, не лишиться божественного напитка. Представьте себе прекрасное, украшенное драгоценными камнями золотое кольцо. А теперь разотрите его в пыль и распылите по земле и воздуху. Где оно? Вроде бы и здесь, но на самом деле нет его. Всё потеряно. А ведь только что в руках была такая красота. Действительно, наивысшей драгоценностью для человека является дарованное ему от рождения свойства любви. И как важно всеми силами сберечь его в целости до священного часа жизни, встречи навеки с любимым и любящим человеком. Тогда в законном браке соединяются обе чаши и получают полноту сокрытого в них наслаждения и счастья. И поистине блажен тот, кто сумеет сохранить свою чашу любви в целости. Но её можно расплескать по каплям. Опустошённые. Так называлась статья в одной из центральных газет, рассказывавшая о случайных внебрачных связях и их последствиях. Чувства разочарования, бессмысленности, тоски и потери смысла жизни. Такие переживания испытывают все те, кто проводит свою молодость в любовных играх, в случайных интимных встречах, оставляющих в душе, как правило, горький осадок. Александр Сергеевич Пушкин ярко архактеризовал последствия подобной жизни. Кто чувствами в порочных наслаждениях в младые дни привыкнул утопать, Тот, возмужав, угрюм и кровожаден, и ум его безвременно темнеет. Вот одна из самых серьёзных причин, по которой распадаются браки. Но как в настоящее время воспитывают подрастающие поколения? Средства массовой информации, свободные от общественного суда и контроля, открытые и непрерывно пропагандируют сексуальную вседозволенность, свободную любовь. Всюду одна мысль – бери от жизни всё, живи для наслаждений. Поэтому молодые люди часто оказываются не просто морально неподготовленными к браку, но и психологически уже готовыми к измене. Именно такое воспитание, делающее человека рабом своих мимолетных желаний, является одной из главнейших причин поиска всего новых ощущений огромного количества разводов. Но по закону духовной жизни человек, ведущий подобный образ жизни, теряет саму способность сердца к любви и, в конце концов, оказывается у разбитого корыта. Да и каждая новая любовь, как правило, оборачивается новыми разочарованиями и страданиями. Забываем мудрую русскую пословицу – «Повадился кувшин по воду ходить, там ему и голову сломили». Законы духовные столь же реальны и незыблемы, как и физические. Их нарушение поступками против совести калечит не только тело, но и душу человека и всю его жизнь. Святой Марк Подвижник, 4 век, в следующих словах, сформулировал один из таких законов, «Насладившийся телесными удовольствиями, более надлежащего вознаградит избыток их стократными скорбями». Фактически подобное же утверждал и крупнейший германский философ 18 века Эммануил Кант. На самом деле мы находим, что чем больше просвещенный разум предаётся мысли о наслаждении жизнью и счастьем, тем дальше человек от истинной удовлетворённости. Исполнение этого закона встречаем на каждом шагу. Целомудрие и развороченность души. Есть прекрасное русское слово «целомудрие», которое очень точно выражает мысль о духовной и нравственной целостности личности человека. Целомудрие – это не просто девственное состояние тела, но чистота всех чувств тела и души и незапятнанность совести в отношении к семье, к другим людям, к обществу, к работе, к природе. Оно естественно качество любого нравственного здорового человека, как не вступившего в брак, так и живущего в супружестве с рождением и воспитанием детей. Как сказал один из древних отцов святой Иоанн Лествичек, 6-7 век, «целомудрие» есть необъемлющее название всех добродетелей. Целомудрие заложено в саму природу человека, оно особенно присуще женщине. Оно достигает совершенства и покоряет своей красотой и истину святых людей. «Целомудрие души и тела» и, прежде всего, добрачная девственность является одним из главных условий сохранения нравственной свободы человека. Оно предполагает чистоту, свободу души от всякого рода дурных и грязных мыслей, желаний, слов и разговоров, атаке же фильмов, книг и, конечно, соответствующее поведение, одежду. Ведь существует закон взаимосвязи внутреннего состояния души и внешней стороны жизни человека. Они взаимодействуют между собой на уровне как добрых чувств измерения дел добродетелей, так и противоположных грехов и страстей. Добродетели при этом находятся между собой в причине взаимозависимости или сродстве и обуславливают друг друга. И также взаимозависимы родственны между собой грехи и страсти. По причине этого сродства, писал святитель Игнатий Бринчанинов, «произвольное подчинение одному греховному помыслу влечет невольное подчинение другому, наличие одной главной. Греховность страсти влечет душу другую страсть, есть родную. Произвольное совершение одного греха влечет к невольному впадению в другой грех, рождаемый первым. Злоба, сказали отцы, не терпит пребывать бессупружной, одинокой в сердце». Знание этого закона очень важно, поскольку иногда то, на что почти не обращается внимание, оказывается причиной самых серьезных последствий. Так многие не придают значения своим мыслям. Они, как добрые, так и злые, часто оказываются началом больших дел. Преподобный Марк Подвижник говорил, «все невольное происходит от произвольного, то есть сознательное. Например, принятие развития дурных мыслей в конечном счете приводит человека, как раба, помимо его воли, к соответствующим поступкам, к тому, на что он, как казалось, никогда бы не решился. А, например, святитель Игнатий указывает на закономерность, о которой мало кто знает. По закону духовному, услождающийся тщеславными другими греховными помыслами и мечтаниями, никогда не освободится от блудной страсти, сколько бы он против нее не подвязался. Нарушение целомудрия, так называемое сожительство по любви и тому подобное церковь называет большим грехом. Но что же худого усматривает она в этом? И здесь действует еще один духовный закон, по которому, оказывается, в человеке происходит уничтожение самого ценного, что в нем есть, любви. Небрачное сожительство – это суицид души. Она уже не может иметь земного счастья, не говоря о посмертии. Причина этой духовной смерти заключается в том, что сожительствующих соединяет не любовь, а эгоистическое искание и наслаждений. Ищущий наслаждение не может любить другого, он любит только себя. Но эгоизм и любовь – явление взаимоисключающее. Если действительно любовь к другому заставляет бороться со своим «я», отказываться от своих пристрастий и привычек во имя блага любимого, готова даже страдать ради него, жертвовать собой, то блуд жертвы не знает. В нем все подчинено примитивному, грубому инстинкту, эгоизму. Не случайно священник Павел Флоренский, известный мыслитель бывшей до революции профессора Московской Духовной Академии, назвал сожительство по любви вне брака, переодетым эгоизмом. Блудник ради получения наслаждения принесет в жертву кого угодно и что угодно, прежде всего свою жену, мужа, детей, не говоря уже о родителях, родных, друзьях. Такой человек не способен быть верным. Он по самому духу своему изменник, его постоянно ищет чего-то лучшего и при первом же удачном варианте нарушает верность. И так всю жизнь, пока не окажется выброшенным на помойку. Действительно точное слово, его характеризующее, опустошенной. Поэтому так важно сохранить себя неоскверненным с юности своей. Но полностью опустошить себя можно и не совершая греха делом заостаточных глаз. Мысли, мечтания, внутренних ощущений и переживаний обычно все начинается с малого, со взглядов, мыслей, привольных шуток, свободы обращения, так что снаружи можно казаться зломудренным, а внутри быть грязным. Не способным никакой духовной жизни. Святой Исаак Сирии, Сирин, VII век, предупреждает, как погиб в потопе современный ною род. Не за похотливость? Не за похотливость ли, когда люди с низцевством выжелали красоты дочерей Каиновых, за что отвержен Богом Исполин Самсон? Не за то ли, что воскреснил себя сожитием с блудницей? Разращенность наступает постепенно, начинается с малого, сначала внутри, а потом уходит и наружу. Потому Христос предупреждает верным в малом и во многом верен, а неверным в малом неверен и во многом. Иван Георгий от Луки 16, глава 10 стих. Само слово разврат является однокоренным с разворотить, изворотить. Хирурги могут рассказать, как тяжело смотреть на человека после катастрофы, изувечившей его тело. Да и мы разве не отводим глаз? Когда видим подобный разврат, это преступление, то есть переступление за границей человеческой природы, её естественной жизни, нарушение целостности, сломудрия закона мира. Он является развороченностью нормального состояния человека, извращением присущего ему порядка, его красоты. Поэтому начинается он с подавления голоса, совести, чувства, стыда. Ещё Казимир Малевич нарисовавший свой пресловутый чёрный квадрат и заявлявший «Я начало всего», откровенно писал «самой высшей сложной постройкой можно считать то произведение, которое в своём теле не имеет ни одной формы существующего», то есть Богом сотворённого. Александр Бенуа проницательно увидев в этом квадрате прямой вызов самого Богу и его творение писал «Чёрный квадрат» это один из актов самоутверждения того начала, который имеет своим именем мерзость запустения и которое кончится тем, что она через гордыню, через заносчивость, через попрание всего любовного и нежного приведёт всех к гибели. Но то, что происходит с одним человеком может поразить и целую нацию, когда возвращаются сами принципы общественной морали. Это отчётливо проявилось, например, после отпадения Рима от православия, особенно в эпоху Возрождения, когда католическая культура западных народов приобрела явно выраженный сексуальный характер. В 20 веке после Второй мировой войны произошла резкая моральная деградация на Западе от 1980-х годов и в России, когда на людей обрушился настоящий идеологический смерть, разрушающий всё святое, насаждая бесстыжесть в поведении, в моде, в искусстве, пребывая вместо совестливости страсть к деньгам, извращая красоту и гармонию родливыми, неестественными и противоестественной формами, перемешивая правду с полуправдой и откровенной ложью. В настоящее время по всем направлениям ведётся открытая масштабная борьба с евангельскими нормами жизни, извращающая человечность в человеке. Всё отчётливее вырисовывается тёмное демоническое зрелище, по-славянски позор нравственного и духовного разложения людей. Об этом особенно ярко свидетельствует агрессия, которую осуществляют против человечества секс-меньшинства, захватившие власть на Западе и гей-парады разного рода публичное бесчинство. Так, перед молодым человеком, вступающим в период зрелости, встают два пути жизни. Евангелие называют их широким и узким путём. О них всегда говорили мыслители, писатели, святые всех народов и эпох.